Какая красота! Красота, ребятки! Красота! Ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Отлично! Ребятки, вы спрашивали, есть ли клещи у нас тут, на моей даче. Вот, пожалуйста, я вам демонстрирую. Вот он, падла, залез, вальдемар конукров сосет яйц для его. Видите, козлина. Пусть ехать надо кручу. Ага. Позже мы клещары. Уже голову засунул, по-моему, полностью. Да, голова уже залезла, вылази, падла. Все, ребятки, надо ехать укращу. Все, ребятки, накачал с горем пополам. Мусорок, мы спим. Апсад. Наверное, с прошлого года еще. Все, пойдем на воду спускать. Беревеслы, грибы. Грибы от тебя давай. Так, веревка надо побольше, подлиннее, перевязать эту. Ну, вот в воду спускаться, это будет не проблема. У меня ступенек там нету, поэтому, когда я буду мостик делать, обязательно надо это учесть. Потому что... А, утку летела. Потому что это барахло, такое дело. Так, эту удочку надо будет вытащить. И как-то залазить туда. Ну, что, будем залазивать как-нибудь тундим. Тундим. Ну, давай, красавица, иди сюда. Не хочется мочиться, конечно. Разворачивайся. Вот так и пока. Вот так раз. Давай, давай, сюда. Так, у нас в весле еще не забыть. А то я уеду. Хе-хе-хе. Без весел. Апогатка затощил. А то я уеду без весел. Это будет прекрасное дело. Оп, сада. Подстелю, хорошо. Хорошо было. Там сидеть. И к веселам. Зацепимся здесь так. Так. До скорую руку, ребятки, все. Пошмаки не надо. Главное весла не забыть взять. Поднимайку поплывет. Я себе вот так. Ну, пивом, делать. Ветер. Это в конструкции. Хорошо, как на улице. Так вот там, солнце мешает. Надо так грепсти. Хорошо, как на улице. С жопом попробуем, ребятки. Я все просто посмотреть, как это все это выглядит, ребята. Когда два дерева вон упало. Помните, я вам тогда показывал в видео. А с берега там тяжело так снять было. Чтобы показать, какая мощь вообще у природы. Видите, как она берег вырвала. Это все труба. Подпишем поближе. Видите, ребята. Вот это два дерева. Вот такая вот корневая система у него. Видите, какой пласт вырвала, да. Это труба. Право к соседу на его участок. Все будки завалило, все привалило. Там такие большие деревья были. Все даже на машине нельзя было там проехать, где я проезжаю. Это тоже сосед что-то здесь повалял. Видите, как она выглядит. Сейчас посмотрим, что он здесь сделал. У меня тоже тут дерево было упало. Он завалил на воду, упал. У меня специально такая лебедка. Я ее вытащу. Что-то ни хрена он ее не вытащил. Все какие-то они балаболы. Я думаю, так все просто делается. Мне чтобы с себя подумать, потом делать. Они делают, потом думают. Все упало в воду. И нехай так надо перережить наверно. А ветерок хоть так будет хорошо. Так, я поплываю туда, в обратку. Ребята, я не хочу разводить. Потому что солнце будет плыть. Поэтому будем плыть задом вот так вот или передом. Я говорю, сейчас градусов наверно 30. Это точно тепла. А на воде все равно отлично. На воде отлично. Кто-то в комментариях писал, когда я рассказывал, что именно вот здесь очень много раков. Раки и крабы. И что они все это съедают. Под кормку вот это вот. Это тоже мое дерево. Это мое дерево тоже, наверное, сгнило. Может я попробую ее тоже вытащить? Если получится, конечно. Вот. И значит писали еще. Надо брать бойли, такие как на Карпов. И проблем не будет. Да нет, ребята. Они и боли тоже грызут. В том году, когда я делал. И прямо вот только когда вытаскиваешь, все эти боли, они все-таки погрызенные. То есть получается уже не кругло, а квадратные. И дело в том, что они еще... Знаете, там грунт у нас здесь не такой что песчаный, там, или какая-то там галька лежит. Тут просто как визитины. Но весь этот хлам с деревьев все же падает, да. Тут проваливается на сантиметров 20, наверное, когда я лазил в сапогах здесь. И поэтому сам само дно тоже не такой это ошибка и хорошее. Вот. И поэтому, когда крабы даже бьют этот бой, они... Хотя у вас поводок тоже, там, примерно, там, все равно 20-25 сантиметров то есть. И... Они где-то где-то в коряхе стараются затащить. Смотрите, все равно 25 сантиметров это высоко это... Расстояние. Они или там идут корягу, или еще куда-нибудь... Затаскивают тебя в убежище, чтобы там сидеть, жрать. Помните, когда это видео снимал, это розовые левитки, или какие-то красные. Да, розовые, скорее всего. Поэтому, ребятки, крабы это такая зараза. Видите, даже эти доски тоже уже, ребят, подменились, все. Так уже 6-7 лет уже. И вот, кстати, у меня тебя пресс вот эти, ребята, стойки все еще забивать ниже. Потому что мои палеты, которые пресс, они уже 16 сантиметров высотой. А здесь у меня доски и с этой балкой 13. А мне теперь нужно здесь поперечку еще ложить с железа тоже. Ну, буду искать, конечно, чтобы они были какой-нибудь такой профиль, чтобы они были невысокие. Но придется все равно ниже забивать их. Как говорится, не было печали, купила баба-порося. Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как это так вот? Еще, будем пробовать влазить. Хотя, ребятки, что-то тут взяло, но это никак и на вещах не похоже. Он какой-то все равно резкий. Вот, может быть, белый амур это быть? Может быть, я не знаю. Может, ясь. Я больше его не видел. На вещах это не похоже. Он не большой. Он не большой. Он падал резкий. Может, капит банки. Он тянет нехило. Он BuldleTIN. Я даже говорю сейчас просто всех обстану, потому что он большой резкий такой. А Лещ, что ли, у меня не может быть. Лещ таким вредом не может быть. Непонятно дело. Лещ не может быть, Лещ не может быть вредом. Или это Лещ все-таки. Или я уже боюсь. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Поделись, должен подняться наверх, это не поднимается. Лишь него нет. Почему он такой резкий? Не может быть такой резкий. Пусть он лечит. Он такой шустрый, такой резкий. Первый раз его легче вижу. Шустрый вот. Не может быть что-то резкий. Мама, не может быть что-то резкий, Татьяне? Нет, это не резкий. Что ты делаешь, резкий, резкий, ты видишь? Ты ближе воздушку, а, дружище. Посмотри на тебя. Не, это карпа такой. Да? Да, это такая. Это карпа. Это что, лопятка? Да, маленький, небольшой карп такой. Да, небольшой, но резкий. Это карпа, да. Видишь, небольшой карп? Хорошенький карпик. Хорошенький карпик. Ага. Пошли, давай, давай. Дорогой, как он интересно плевал, чтобы он не въехал. Давай, дорогой. Крючок новый прицепил. Крючок новый прицепил. Я же была же, это снималка, я же. А тебе же была такая штукинция? Да я то его вижу здесь. Крючочек то. Я вон такой за губой зацепил, что я его уцепить не могу. Ты просто те же бери. Ха-ха-ха. Мы, ребята, его померим. Вот такой, блядь. Подожди, давай, не мучайся. Не мучайся, дорогище. Померим быстренько. Вот такой, Валя, можно брать домой. Потому что он маленький. Еще он есть 45. По-моему, 45 у нас было написано. 42. Вот такой вот можно брать. Он будет вкусным, он маленький. 40. Все, да. Валя, ближе камеру сделал, чтобы было видать. Вот, ребята, вон, 40 сантиметров. На 40 сантиметров карп. Такие дела. Именно посмотреть. По-моему, от 40 или от 45 надо брать. Два варианта. Ребята, мне надо будет плохо видать. Вот, где я палец держу, Валя. Вот, где палец держу, Валя. Да, вот, да. Шпигель карп, 40 сантиметров. Он имеет 40 сантиметров. Да. Мы его берем, потому что маленький. То мы отпустили, то что сверху был. Да. А этого мы заберем. Хорошо. На сожарку. Посмотрите, как, ребята, по документу посмотрел. Можно брать. А ты не снимаешь уже? То? Ага. Посмотри по документу, можно брать. Вот, как он выглядит. 40 сантиметров. Там где-то даже висанец. Вот, здесь плохо показывается. С высадки, 2 килограмма, что ли. Ну, как бы не было, ребята. Можно брать. Берем. Жалко. Может, может, отпустим его, а? Ну, отпусти, если хочешь. А? Ну, отпусти. Ты чистить надо. Пусть живет. Пусть живет. Все, ребята, мы решили. Можно брать, ребята, 40 сантиметров. Но, мы решили отпустить его. Михаил Гажстер, ну, 40 сантиметров, в принципе, можно брать. По-моему, только 1,5 килограмма. 1,5-2 килограмма, бетюня. Сидим, отпустили. Ну, давай, отдыхай. Сейчас он отойдет. Все, уже отошел. Сейчас он отойдет. Сейчас он отойдет, ладно? Да, вон уже хвостом подбыл. Ты видишь, да? Сейчас он отойдет. Где его на образохвосток? К примеру, он не захочет заходить. Отойдет? Давай, дорогой, я буду в тюрьму заходить от тебя. Давай, давай, давай. Так видать нельзя ему было, конечно. Ну он живой-живой. Да я знаю, что он живой. Надо поставить на этот. Вот так вот. Да, все, пошел. Все, отпустил, да? Пошел, пошел. Ушел, да, баба? Ну все. Ну просто ему кислорода нахватался. Вода хорошая, тупая. Ну просто нахватался этого кислорода. И ему надо было маленько подержать просто так. Поводить, чтобы он опять чержа пропустил. Пускай живет. Главное, ты свое удовольствие получил. Да, видишь, как хорошо. Я по этому груду не понял был, лещ не лещ. Ну ты сразу сказал, да? Маленький такой. Похоже на леща, будто бы как. По весу. Так как он водит. И как он это. Лещ он быстро, когда он ложится. И его это. Его вытаскивают, как лопата идет. Ну ребятки, еще инкальпик поймался. Отлично. Давай еще кинем. Мы еще побоем. Давай. По-моему там уже плохо видно, Вова будет. Что это там? Лещик. Лещик небольшой. Лещик такой. Шум сантиметра тридцать, наверное, есть. Двадцать пять. А, блядь. А, будем собираться его уже. Да, да. Они что-то не видать. Я думаю, что он уже не видит. Лещик. Не видать его. Кстати, его здесь есть. И керевян тоже сикус пыт надо. Угу. Весипи. Ну ты лихираешь его? Малину еще есть.